Куда кривая вывезет? Неделя прошла под знаком рекордов по количеству зараженных коронавирусом. Последняя неделя была ударной. 588, 622, 522 и вывела нас в безусловные лидеры на континенте. В мировом рейтинге мы также укрепили свои лидирующие позиции. Ясно, что карантинные меры, принятые весной, не дали результатов и мы так и не начали снижаться, а напротив стабильно растем. Поэтому все пущено на самотек, куда кривая вывезет. Причем это и есть вся стратегия нынешней власти не только по эпидемии, но и во всех остальных сферах. Между тем, верховный главнокомандующий пожелал молдаванам здоровья из подмосковного санатория, где по официальной версии находился на лечении, а по неофициальной предпринимал отчаянные попытки добиться фотосессии с Путиным. Скоро выборы и без чудотворной фотографии с ВВП Дадон никак не может себе представить проведение кампании. Можно, конечно, отчитаться перед избирателями о проделанной работе за 4 года, но тут не задача, результатов нет. Совсем. Поэтому нужны новые обещания. А верят Дадону все меньше и меньше людей. Вот и нужна чудотворная фотография. У Путина рейтинг здесь есть и он относительно стабильный. А вот у Дадона рейтинг обваливается. Вот и приходится унижаться и клянчить. Конечно, 200 миллионов на предвыборную получить очень уж хочется, но их уже не дадут. Это было ясно и в прошлый раз, когда наш президент согласился на фото с Козаком. Вот и сейчас клянчил хотя бы фото с ВВП. А дальше по известному сценарию. Фейковая геополитика, которая уже видна по некоторым закладкам. Тут и поспешное и ничем не оправданное обещание привести российскую вакцину, не прошедшую еще всех положенных этапов клинических испытаний. И даже героическое обещание стать первым испытателем этой вакцины на молдавской земле. Как будто он имеет какое-то право принимать решение по вакцине. Тут и более чем поспешное поздравление Лукашенко с победой на выборах, которые не признали ни ЕС, ни США. Зато мы оказались в весьма сомнительной компании стран, признавших эти псевдовыборы. В очередной раз шахматист Садовского разлива делает сомнительные геополитические ходы с единственной целью – получить второй президентский мандат, причем совсем не важно, какой ценой. В этой связи возникает закономерный вопрос. Какой месседж передает президент, поздравляя Лукашенко с фальшивыми выборами? Что такие выборы приемлемы и у нас? Что он готов фальсифицировать результаты по беспределу? Что он готов в случае мирных протестов применять силу против демонстрантов? Как бы ни пытался Дадон примерить на себя роль хозяйственника Лукашенко, все это уже будет восприниматься как пародия на диктатора Лукашенко. Диктаторов у нас, как известно, не любят. А уж пародийных тем более. Видя это неконтролируемое желание выиграть выборы любой ценой, хочется спросить Дадона, и что же он собирается делать во втором мандате, если вдруг получит его? Со всей этой ГОП-компанией, случайно набранных не на свои места людей, которую почему-то называют правительством. Правительство-катастрофа – это ведь не метафора, а констатация факта. Катастрофа с эпидемией, катастрофа с сельским хозяйством, далее светит и со всей экономикой. И тогда зачем же нам ремейк 2016 года? А именно туда нас тянет Дадон с вариациями на белорусскую тему. Я уже неоднократно писал и говорил, что нам не нужна такая фейковая электоральная геополитика. Такую геополитику надо разбивать внутри политического расклада и внутри страны вообще. Сможем найти формулу национального эгоизма? Выживем? Не сможем? Приключения батьки покажутся нам детским мультфильмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова